Девушки отдыхают 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 Но я этого не сделаю Занимайтесь Своей симфонии Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают нас к этим дням почти все что мы расскажем было в жизни одного из лучших композиторов нашего времени николая яковлевича мисковского об этом вам расскажет а а а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Вместе» «Всполним старое» Ох, господи, да чего же мне надоело все. Все эти сборища, весь этот кружок музыки и поэзии, пелена какая-то. Знаешь, я все время себя спрашиваю, до коль же все это будет продолжаться, твое здоровье. А, людям кажется, что они что-то ищут, а на самом деле суета, суета. Какие-то мелочи, бессмысленные сборища, ничего не понимают. Знаешь, Дмитрий, мне одно время самому казалось, что наше время какое-то особенное, что все эти сборища нужны нам. Помнишь мою последнюю симфонию? Да. Твои друзья из общества музыки и поэзии говорили мне комплименты. А недавно я посмотрел ее, даже стыдно стало. Вот что я тебе скажу, все эти бессмысленные метания, вся эта суета, все это должно идти мимо нас. Людям не нужна эта музыка. Музыка не в растении, страха. Все живут ожиданием, либо страшного, либо прекрасного. А пока возятся, как мыши. Да здравствует мистика, да здравствуют масоны 50 века. Мне никогда не приходилось встречать рассвет в лесу. А тебе? Нет, мне тоже, ведь я же дитя города. В лесу я видел только закаты. Мне очень хочется написать музыку о рассветах, о закатах, о шелесте травы. Это должна быть спокойная музыка, тихая. А сегодня я слушал эти стихи, видел этих людей и с наслаждением подумал, что я обязательно напишу эту музыку. Вот, освобожусь от некоторых дел и сяду. Может быть, это будет симфония, не знаю. А кому нужны сейчас спокойствие и тишина? Спокойная, тихая. А время-то ведь иное. Беспокойная, непонятная, крикливая. Суета бог с ней, Дмитрий. А музыка эта нужна мне прежде всего. Да и каждому человеку, который ненавидит, бессмыслится. Да, может быть, ты и прав. А мне иногда безразлично все. Это я человек. И мне небезразлично любовь к солнцу прелестным рассветом. Но я устал. Понимаешь, я больше не могу жить только музыкой. В театре, в оркестре одно. А я вот выхожу на улицу, читаю газеты, и мне тошно становится. Понимаешь? Тошно. Да нет, ты не утешай меня, не надо. Все, ну, бесполезно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok А мы здесь гуляем каждый день Хорошо До свидания КОНЕЦ 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 Поручик Вершинин прибыл в распоряжение вашего превосходительства Вольно Вот командир вашей роты поручик Рокотов Надеюсь, вы будете верой и правдой служить моей дивизии Верой и правдой царю и отечеству Так точно Идите располагайтесь Так это вы господин Вершинин? Да Очень приятно познакомиться Я немного слышал о вас в Петербурге Простите, Петрограде Да композитор Бывает время, когда все мы равны перед Богом и Государем Поэты становятся отличными солдатами Я в этом убедился за годы своей службы А вы, насколько мне известно, окончили военно-инженерное училище Да Если не считать консерватории Отец мой был военным Какая удивительная птица Может быть К сожалению, птиц Равно, как и музыку, придется забыть Здесь фронт И пришлось пойти в полигоны Винка одна осталась с тремя Туговато ей ночь придется Корову прошлый год околела Козу купил, а кове ей проб Ну, хлеб поспел, картошка Хорошо, засухи не было До ползимы дотянут А дальше Я когда был В город пойдешь Все копейка есть А ночь Разве поможет кто Хуже звери люди Убежать бы, Егорыч Дурень Убежать А куда и пойдешь Поймают и помирай Тогда уж обязательно А тут, может, жив останешься Бог даст, не убьют Терпи Домой-то как хочется, Егорыч Дюжа Дюжа, как хочется Женился-то я в июне А вы чего не спите? Венат, ваше благородие Тише, тише Вот что Разговоры такие оставить надо Ясно? Так точно Ваше благородие Так точно Как твоя фамилия? Денисенко Денисенко Второго взвода Двадцать третьего полка Девятнадцатой дивизии солдат Денисенко Ваше благородие Женка у меня Детишек Мал-мала Вот что, Денисенко Деньщики Ко мне Пойдете? Слушаюсь Ваше благородие Рад стараться Ну вот и отлично Отдыхайте Я думал Донесет Пропадать бы нам с тобой тогда Да, Егорыч Донесет И лоза у него не те, чтоб доносить Понял? Эх ты, цыпленок Так Ну а Насте Не Тип 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 Огонь! Немедленно отступать. Что? А эти как же? У нас нет снарядов. В самый последний момент не хватило снаряда. Не рассуждать, подпоручик. Грузите обозы, вы поверёте их в тыл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чего стали? Настряли! Николай Васильевич, Ваше благородие, вот никак в топ взять не могу. Что же отмыть? Отступаем. Да, Егорыч. Николай Васильевич, вот, смотрю сегодня, солдат в атаку пошёл, а пушки молчат, сказывают, снарядов нету, а врага-то гуще. Ради с ними славить, их же одни голые руки, штыковую, а они из пушек полят. Так ведь, Николай Васильевич? Артиллерия подвела, вернее тыл. Вот так и воюем. Эх, горишко ты моё. А солдатик-то помнишь, что со мной тогда лежал? Молоденький такой. Совсем ещё ребятенок был. Убит? Убит. А солдатик-то помнишь. Субтитры делал DimaTorzok Боже, Покупатель, с высоты славы Твоя благодатная, Дождь рук мне, Господи, помилуй и спаси. У Вас много детей? Много. Трое сынов у меня, все на войну пошли. Ничего, мать, дождешь сынов-то. На земле народ тьма, всех не поубиваешь. Отжили свою, дети мои. Война, мать, война. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Постойте, куда же вы? КОНЕЦ 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 Это потлость! Ну, знаешь. КОНЕЦ За оскорбление офицера старшего по чину я мог бы предать вас военному трибуналу. Но я этого не сделаю. Занимайтесь своей симфонией. КОНЕЦ ПОЦИТ 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 Продолжение следует... 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 Писал там? Да. Я не знаю, получится ли потом симфония. А сейчас... Сейчас пишу. Я ведь начал еще давно, до войны. Помнишь, тихая? Да. В эти годы я так много передумал, так много для себя понял. А вот слушаю тебя, и у меня создается впечатление, что ничего не изменилось. А ведь для таких же, как мы, изменилось главное. Музыка больше не нужна. Нет, понимаешь, Дмитрий, я хочу верить, что это не так. Хочу. Не может, не может этого быть, Дмитрий. Да. А я уже совсем забыл, когда последний раз играл в концерте. Да, мне письмо. Уважаемый товарищ Вершинин, просим вас прийти в наркомпрос. В ближайшие дни по адресу Неглинная, 8, к товарищу Лаврентьеву. Пойти? Пойди. А вдруг? Давай, что влезь. Да уйди, пожалуйста. Давай, что влезь. У меня документы есть. У меня документы есть. Да я. Подпишите, пожалуйста. Помню, помню, непременно будет. Подпишите мне, пожалуйста. Ох ты. Ай, смотри. Господа, Богом прошу. Господа, Бога у нас нет. Дом не отдадим, устроим школу. Все. Вам что нужно, гражданин? Да вот детишек нашел. Пухнут от голода. Товарищи, товарищи, не шумите. Товарищи. Что за да не шуметь-то? Я напишу вам записку. Отведете ребят в детский дом. Сейчас. Ох, конечно, вас благодарю, товарищи хорошие. Простите, это вы, товарищ Лаврентьев? Да. Я Вершинин. Ах, вот как. Прекрасно. Прошу вас. Так вот, товарищ Вершинин. Мы пригласили вас для того, чтобы предложить вам одну работу. Нам нужны сейчас люди, которые могли бы работать в музыкальном отделе. Как, у вас есть музыкальный отдел? Вот не думал. Видите ли, такого отдела у нас нет. Но он должен быть. Да, ну а кому же он нужен сейчас, товарищ Лаврентьев? Странный вопрос. Вы считаете, что музыка не нужна? Вы считаете, что пролетариат должен уметь только драться, бить врагов и делать винтовки? Вы же композитор. Да, я композитор. Но меня беспокоит судьба музыки в наши дни. По-моему, концертные залы сейчас будут пусты. Кому нужны симфонии? Будем сейчас гадать, товарищ Вершинин. Для того, чтобы симфонии слушали в деревнях, нужно время. Много времени. Мы должны приблизить его, несмотря на голод, на разрух, на войну. И мы предлагаем таким людям, как вы, работать с нами. Хоть вы и скептики. Да, мне очень бы хотелось верить, что революции нужен не только хлеб. А вы верьте. А работать с вами я для себя считаю честью. И уговаривать меня не стоит. Я благодарен вам. Прекрасно. 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 КОНЕЦ 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 Николай Васильевич, принимай гости. Здравствуй, дорогой мой. Здравствуйте. Здравствуйте, Рокотов. Так вы, оказывается, здесь. Ну что ж, проходите, пожалуйста. Садитесь. Так вы, оказывается, живы? Жив. Пока еще жив. Приехал в Москву недавно. Наношу визиты. С трудом разыскал тебя. Ужасно хотелось увидеться. Ну что ж, я очень рад. Да. Время не ожидалось, не ожидалось. Черт знает, что делается. Да нет, я боюсь, что вы не все понимаете, Рокотов. Хотел бы я знать, что понял ты, а мне понимать нечего. Симфония? Симфония? Да. В наше время Вершинин. Тихая. Тихая. Послушайте, для чего и для кого это пишете. Вы, да. Хотел бы я знать, кто будет слушать эту музыку. Хотел бы прийти на концерт и посмотреть. Хм-хм. Ах, Вершинин вас ничто не меняет А вы приходите, Рокотов Я верю, что слушать будут Ах, верите? Вот вы как заговорили, да вы идеалист А идеализм в наше время равносилен предательству Это не идеализм, это вера А без веры жить трудно А вот вы... А я уезжаю к чертовой матери или куда угодно И хотел посоветовать вам тоже Но вижу, что от офицера русской армии ничего не осталось Да нет, боюсь, что о патриотизме нужно думать вам Я попросил бы вас Впрочем, на эту тему мы поговорим как-нибудь в другой раз И при других обстоятельствах Всего хорошего Прощайте Спасибо за субтитры Алексею! 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 Субтитры Алексею! Спасибо за 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 субтитры Алексею! Субтитры Алексею!